Разыскивавшийся в Екатеринбурге правоохранителями казачий атаман, бывший спецназовец и доброволец, воевавший в Донбассе 38-летний екатеринбуржец Олег Шишов, ранним утром понедельника пришел в Главное управление МВД по Свердловской области. В руках у мужчины находился завернутый в скатерть охотничий карабин «Вепрь», из которого в минувшую субботу были убиты двое человек. Чуть больше суток Олег скрывался от следствия, не считая себя виновным, но нашел в себе силы прийти к правоохранителям. Громкая история предшествовавшей сегодняшней издачи разыскиваемого произошла в минувшую субботу в цыганском поселке в Ленинском районе Екатеринбурга на улице Депутатской. Название «Цыганский» этот массив частных домов получил не случайно. Здесь действительно проживает немало оседлых цыган, однако русских и людей других национальностей в совокупности даже больше, чем Ромала. Но в этой истории цыгане присутствовали. Они приехали ко мне домой. Это конкретный конфликт уже, когда начался. Начали долбиться в ворота, уламывая, ну все. Мы взяли, какое было у нас, ну там у меня личное, мое личное оружие, ну выясни, в чем дело. Ну тут две-три минуты разговодок, перепалка, все, ну и драка, все. Они иначе выбили у меня карабин, у меня карабин все был, все. И у Александра у него стрельнули, ну то есть драка, вот самокосов, когда выносилась, он скидали в воротах, а если этот карабин поднял, ну то есть у него пытались забрать, но выкидернул. То есть у него так вот оборолись, ну и все, и выстрел произошел. Вот. В этот момент я и в травматах. Они у нас туда, ну перестелка была. Здесь ножи, там у каждого был мозг, все, и там заражены были. Олег, его жена Анастасия и друг Александр встретились с журналистами сегодня ночью перед тем, как пойти в полицию. Александр демонстрирует левое плечо, наспех перехваченное бинтом, под бинтом огнестрельное ранение. Пулю от травматического пистолета у него вынут позже, сегодня днем. Именно на дне рождения у жены Александра Марины и произошел конфликт, приведший к убийственной стрельбе в цыганском поселке. Александр Дутов живет в горном щите поселки в южном пригороде Екатеринбурга. С Олегом его связывает служба, если можно так сказать, в Оренбургском казачьем войске, а также брат Алексей, который служил с Олегом в войсковом спецназе, отряде Русич МВД России. На дне рождения жены Александра Олег вступил в конфликт с зятем именинницы, неким цыганом Дмитрием, гражданским мужем дочери Александра и Марины Дутовых Алисы. Но в пятницу все обошлось одной словесной грубостью, а в субботу Дмитрий позвонил своему Шурину и сообщил, что едет убивать семью Шишовых. Он позвонил, этот Дима, получается, сыну, младшему, Александру, сказал, что я еду к твоему Олегу, я его сейчас растопчу, в общем, убивать, я его еду убивать и подожгу его дом, сожгу его дом. Дутовы встретили эту угрозу вполне серьезно и поехали к Олегу Шишову в Екатеринбург. Он предупредил, позвонил, что все, говорит, сейчас я еду по штукой страницы. Мы собрались, приехали к Олегу, и было бы то, что получилось. Мстители появились у дома Шишовых около пяти часов субботнего вечера на шести легковых машинах. Их встретили сам Олег, атаман казачьего «Хутро рассвет» и его друзья-казаки Дутовы Алексей, Александр и Александр-младший. Кто первый выстрелил? Я не знаю, но их очень много было. Нет, но та сторона или ваша? Да, конечно. Они сразу начали долбить и стрелять одновременно, сразу все. Что это за люди? Сколько их человек было? Сюда они были, но в районе 30 человек. Мы их не могли считать очень много, больше, чем вас. О том, насколько плотной была стрельба, говорят, повреждения, оставшиеся на домах и машинах по улице Депутатской. Вот сюда попадали, получается, и вон там в дырах. Тоже. Стреляли прямо? Да, очередями стреляли. Очередями прямо стреляли. Вот здесь кровь. Да, вот кровь. С той стороны тоже была кровь. Здесь стояла БХ-6? Как мы знаем, когда в человека попадание было, он в пустой ног бежал. По предварительным данным стрельба велась из нескольких травматических пистолетов, в том числе пистолета Макарова, и вот такого вот нарезного карабина Вепрь-139. По сути, автомата Калашникова, АКМ, стреляющего 9-миллиметровыми пулями «Люгер». Нет, это не повреждение, оставленный такой пулей в железобетоне. Здесь, ища пулю, уже поработал топориком сотрудник СКР. Но как минимум две, а скорее всего и больше, выпущенные из карабина Алексеем Дутовым пули угодили в нападавших. Те, которые сейчас погибли, да, не смотрели на вас? Да, по-моему, они, ну, как бы... А почему они, они в первых рядах, что ли, наступали? Да, и они, кстати, и начали все это. Они по команде начали, вот они первые. А, то есть, а что они начали, как это произошло? Ну, вот они на Алексея вот напали, то есть, у нас вот, мы вдвоем стояли с ним, ну, что-то кипит сразу. Ну, понятно, что, тем не менее. Вот, и вот они вот как раз эти вот, ну, Алексея долбили, и у него пытались потом, у меня вот они, ну, ствол выронили, вот он его поднял, они у него пытались его забирать. Почему, в принципе, и выстрел-то произошел, что они его начали забирать, и он, все, и он, все, и он, портил. В результате происшествия девять пострадавших доставлены в различные больницы города. Несмотря на предпринятые врачами меры по оказанию неотложной медицинской помощи, в последующем двое из пострадавших скончались в реанимации. Погибшими оказались спортсмены, нанятые цыганами для разборки. Так доподлинно известно, что одним из погибших стал 27-летний Кирилл Штриплинг, чоповец, борец смешанных единоборств, супертяж, буквально за три дня до своей гибели выступавший на ринге спортклуба «Ратиборец» против воспитанника грозненского клуба «Ахмад». О личности второго погибшего сведения разнятся. Одни СМИ называют 18-летнего Павла Басаргина, другие – Илью Ташимову. По крайней мере, Кирилла и Илью называют погибшими их друзья – спортсмены, начавшие сбор средств на похороны и лечение других пострадавших – Данила Кузакова, Алексея Портнова и того самого Павла Басаргина. По всей видимости, все перечисленные спортсмены были в числе нанятых цыганом Дмитрием бойцов. Насколько правомерно было применение оружия защищавшимся, должно установить следствие. Против толпы в полтора-два десятка боевиков вышли четыре человека. Один был сразу ранен и выбыл из борьбы. Дутов-младший вынужден был бежать. Единственный серьезный аргумент – карабин «Вепрь» из рук Олега выбили в первую же минуту. В такой ситуации поднявший оружие с земли Алексей не стал медлить. Я с ним пытался, я говорю, ну вообще почему-то стоял там, для ликит. Я говорю, давай разберемся, по-человечески, выясним, по-моему, что-то. Решать было просто, ну, кто ничего не собирался, решает. А когда вот это, Степаныч, Василий, вы думали, что там кого-то застрелить можно? Ну, что я стрелял, у меня дома жена, дети спали, надо было все. Ну, они, мы стояли прямо в тело, дальше ворота, дальше дома жена, что они хотели, обещали, все любили. В принципе, никто не разговаривал с нами. Потому что мне удар, выстрел, я упал. Все, больше я там, все, ничего не помню. Была самооборона, вариантов не было, буквально не было, там все. Ну, что, ну, если бы четыре трупа было, с нашей стороны. Люди, они вот так вот наш передавали другу, давай, кто будет резать, иди, все. Сразу после перестрелки обе конфликтующие стороны покинули место происшествия. Цыгане и нанятые ими спортсмены направились в 40-ю горбольницу залечивать раны. Дутовы и Шишовы вместе с женой Олегой и тремя его детьми сочли лучшим для себя спрятаться на какое-то время. А прежде чем идти в полицию, рассказать о случившемся журналистам. Ну, как бы мы, ну, маленько не доверяемся правоохранительной системе. Ну, а сейчас вы тоже не будете обращаться? Ну, мы сейчас будем с адвокатами, почему-то и приехали. Вот, ситуация была такая. У нас приехали, война практически, стрельба, я детей собрал, мы сейчас сразу выехали, всех, кого могли, где-то перепрятали, чтобы, ну, сейчас ситуацию выше, в чем-то человек отпустили. Вот сейчас будем принимать эти меры. Так, ну, ситуация, на мой взгляд, простая. Было совершено нападение группы лиц, 20-30 человек на семью. Им противостоял, в общем-то, Олег. И вот еще три человека. То есть, на мой взгляд, очевидно, что здесь необходимая самооборона. По-другому защитить себя, свою семью, Олег, ну, и его друзья, будто бы, не могли. Превышения необходимой самообороны здесь нет. А со стороны нападавших лиц, очевидно, организация и участие в массовом бюстерях. Между тем, и противостоящая им сторона, точнее, некие представители цыганской диаспоры, высказали сегодня свое видение ситуации на портале Е1. Так, неназванный цыган сообщил, что его соплеменника Дмитрия, конфликт был прежде всего не с Олегом Шишовым, а с Александром Дутовым, своим тестем. Раньше якобы Дмитрий и его гражданская жена, 22-летняя Алиса Дутова, избили жену Александра Марину, из-за чего отношения с зятем и с дочерью у мужчины разладились. Но в минувшую пятницу молодые пришли к родителям с повинной головой на день рождения тещи. Однако их жест к примирению не был должным образом оценен, и друг тестя Олег Шишов Дмитрия нецензурно обругал. Тогда тот цыган решил разобраться с обидчиком, наняв для его избиения спортсменов. Но вместо драки началась стрельба. Сам Дмитрий предположительно не пострадал и сейчас скрывается от следствия вместе со своей женой. На допрос они не явились, но зато вновь угрожали своему обидчику. В происшествии к нам поступали угрозы. То есть это я сама лично слышала, когда дочка звонила матери своей, спрашивала, жив ли ее отец. И они продолжали говорить, что они семью Шишовых просто в род и везде, и всяческими разными матершинными словами. Я хочу все-таки опять же сказать, что муж защищал нашу семью. Скрывается от следствия пока и Алексей Дутов. Тот самый, который, видимо, и произвел два смертельных выстрела. А Олег Шишов и Александр сегодня пришли в ГУМВД по Свердловской области, где написали заявление о нападении на них вооруженной группы лиц. Олег сдал свой карабин, после чего мужчины прошли медэкспертизу полученных ими телесных повреждений и отправились на допрос в Следственный комитет. Допрос продолжился до самого вечера, после чего оба казака, Олег Шишов и Александр Дутов, дав подписку о невыезде, были отпущены домой. Третий участник перестрелки, Алексей Дутов, пока продолжает скрываться. Продолжение следует...